Андрей Андреевич, я родилась с двумя макушками. Это что-то значит или ерунда? Человек каждый является уникальной, особенной структурой, которая свойственна саморазвитию. Давайте еще раз вам это повторю. Смотрите, Будда для того, чтобы повести за собой людей, он сидел под деревом очень долго, занимался диетами, у него был духовный рост. Иисус Христос аналогично, пас, после этого в пустыню ходил, после этого было очень много разных историй, мы их знаем и так далее. После этого, смотрите, у каждого существа во время своей жизни существует определенный элемент, который называется саморазвитие. Вот это саморазвитие одни не хотят воспринимать, а другие воспринимают. Допустим, словами Альберта Эйнштейна, я скажу, он сказал, какое-то время мне было неинтересно ничего. Но в тот момент, это когда Альберт Эйнштейн, видимо, узнал о Фрейде, потом он сказал, в тот момент, когда я успокоился и мои желания сексуальные, они уже не занимали большую часть моего сознания, я понял, что я бы хотел изучать математику и физику. И после этого у него было быстрое, искрометное и яркое развитие. Так вот люди устроены. Когда человек говорит, у меня две макушки, значимый ли я человек? Конечно! А теперь как же проявится это? Ну так начинайте саморазвитие. А если у вас семь пальцев, вы знаете, что это тоже хорошо. А если он похож на мага, на Буратино, помните этот мультик «Халиф Аист»? И там был колдун. Он какой был? У него был нос большой, как у меня, понимаете? Правда у меня уши маленькие. Но еще вырастут, мне только 50, понимаете? Через 50 вырастут уши. Главное, чтобы рога не выросли. Тем не менее, ха-ха-ха, да? Тем не менее, хочу сказать, что каждый человек, он помечен родинками, помечен... Вот смотрите, у знаменитой звезды, знаменитой звезды какой-нибудь, вспомнил, Мерлин Монро. Вот у Мерлин Монро определенного вида родинки. Они очень нравились мужчинам. У него была белая кожа, родинки. А ведь она комплексовала и хотела эти родинки удалять. А также там у нее целый ряд интересных таких было моментов развития. То есть она развивалась, училась правильно ходить, хорошим поведением, хорошим каким-то... Не знаю, как она развивалась. Но я могу сказать вам, что каждый человек однозначно проходит свой цикл рождения. И в этом цикле рождения у него есть две особенности. Если человек развивается, то он способен на все. Если не развивается, то он проживет как обычный человек. Большинство людей, к вашему сведению, живут так, чтобы не развиваться. Они выживают. То есть они живут так. Пришли с работы, там бухнули, телек посмотрели, легли спать. Там новости посмотрели, кино посмотрели, до субботы-воскресенья дожили, субботу-воскресенья пропили. Или там пролежали, или там проругались, или там... Но точно там места нет развивающим программам. Каким это развивающим программам? Ну, смотрят там, где интересно. Смотрят приколы, комедии, эмоции создают. Это тоже прекрасно. Музыку слушают. А развивающие программы – это когда человек может получить новые знания. И запомнить их, и в дальнейшем применять. Вот это называется развивающие программы. Я могу даже сказать, что можно ложить книгу, и делать это желательно с самого утра, потому что утром читать легче. И открывайте книгу, абсолютно любую, но желательно, чтобы она была связана с чем-то либо техническим, что вам знакомо, там, медицинским, если вы хотите, там, чем-то еще. И нравится вам, не нравится текст, засекайте его. Особенно хорошо, кстати, читать энциклопедии. Открывайте любую энциклопедию, засекайте время 10 минут, 20 минут или 30, и как медитацию, ведя ручкой, читайте каждое слово. Отвлекаетесь. Если отвлеклись, отвлеклись от этой книжки. Вновь погружайтесь и начинайте читать. Со временем вы увидите, насколько активно наш мозг начинает ждать и обучаться первому утреннему чтению. Я говорю это серьезно. Обязательно читайте. Читайте хотя бы в день 30 минут. Это очень изменит вашу судьбу. Это мощнейшие методы саморазвития. И книжки должны быть такие, там, где есть наука, или есть философия, или есть сложная какая-либо доктрина, либо есть обучение чему-либо. Вот таким образом. Но, опять-таки, если хотите. Почему я это говорю и где доказательства того, что это можно? Очень много есть таких книг, где люди ни к чему не стремились. Есть там, не помню, кто написал это, «Люби, ешь, люби Бога, ешь», не помню, как же она называется. А, «Люби, ешь, молись», да, такая вот книга. Или «Бегущая за волками», или, там, сейчас я обязательно вспомню и скажу. Круалян, да, как-то ее звали, эту женщину, да. Так вот, что я читаю. Моя любимая литература медицинская. У меня, там, 12 томов медицинской энциклопедии. Я сейчас читаю второй. Ой, до этого несколько лет читал, там, и Коран вот так читал, и Тору читал, и Библию читал в разных транскрипциях. Мне это было интересно. Интересно было читать так, чтобы концентрироваться на том, чтобы понимать хоть что-то, что там на...